Ален, а ты какую книгу последнюю прочитала? Последняя была «Сто лет одиночества» Маркеса. А за последний месяц ты вообще сколько книг прочитала? По-моему, две или три, но я не очень часто читаю. Это не очень часто называется? Да у меня из-за работы, из-за дел больше одной книги в месяц не получается читать. Ну просто ты, видимо, читаешь обычные бумажные книги. Ну да, а ты? А я электронные. Они, между прочим, как выяснилось, побуждают людей к чтению. Ученые установили, что после приобретения букридера пользователи начинают читать больше. В среднем с экранов электронных книг читают 24 книги в год по сравнению с 15 у традиционных читателей. Большой и доступный выбор книг для чтения в электронном виде побуждает читать чаще. Но говорить о полном переходе на такой вид чтения еще преждевременно. Почти 90% из тех, кто читает электронные книги, также читают и печатные издания. Ну, не знаю, мне кажется, какая вообще разница, да? Ну и тем более с экрана планшета у меня глаза болят читать. Даник, ты, я смотрю, вообще не знаешь, что такое букридер и как его выбрать. Знаю я все. Хорошо, тогда не для тебя сейчас расскажу обо всех нюансах электронного чтения. Чего хочется в дождливый осенний день? Сесть поудобнее на диван, рядом камин, накрыться пледом и читать любимую книгу, вдыхая аромат ее страницы. Аленка, ты что рассела? Все у тебя презентации, интервью. Герой вам пришел? К сожалению, современный мир диктует нам совсем другие условия. И тут с томиком войны и мира явно не побегаешь. Утянет. Для современных людей настоящим выходом является компактный букридер. Букридер или электронная книга – это устройство, в котором вы одновременно можете носить с собой несколько сотен книг. Легко, удобно, функционально. Но покупая читалку, вы, несомненно, столкнетесь с тяжелым выбором. А ведь необходимо знать всего несколько правил. Придя в магазин, мы обычно смотрим на цену. Но в данном случае экономить нужно с умом. Самые дешевые читалки обычно обладают LCD-дисплеем, который лучше не брать. Вредно для глаз. А вам нужен ридер с технологией экрана E-Ink. Вот как он выглядит. E-Ink – это электронные чернила, которые по характеристикам очень близки к обычным книгам. Они не портят зрение. Плюс ко всему, у экранов с таким видом дисплея очень хороший угол обзора в 180 градусов. А батарейки хватает недели на три минимум, даже если читать очень много. Теперь разберемся с форматами, которые будет поддерживать ваш гаджет. Чем больше, тем лучше. Ничего подобного. Давайте разберемся, какие форматы для чего нужны. Например, самые популярные форматы – это EPUB и FB2. Они поддерживаются практически всеми производителями. Разница в том, что FB2 – это российская разработка. Формат не совсем универсален, но на все российские и китайские читалки он точно пойдет. Mobi – это формат для устройств Kindle от Amazon. Другие ридеры его не поддерживают. Форматы текст, PDF и Déjà-vu поддерживаются практически всеми читалками, но совсем неудобны. В тексте нет ни переносов, ни разметки. PDF используют в основном для того, чтобы смотреть документы с картинками и формулами, а Déjà-vu – это плотно сжатые, отсканированные файлы, например, старые книги. И, строго говоря, если ваша читалка будет поддерживать форматы EPUB или FB2 на выбор, плюс форматы PDF и Déjà-vu, то этого будет достаточно. Книги в этих форматах вы точно найдете на любом ресурсе. С форматом определились. Теперь определимся с объемом встроенной памяти. Продавец в магазине предлагает взять читалку с дополнительной памятью. Ну, если вы собираетесь в отпуск на необитаемый остров, лет на 5 – берите. А вот обычного объема в 2-4 гигабайта хватит для того, чтобы закачать сотни книг. Читать – не перечитать. Так что не тратьте лишние деньги на дополнительную память. Теперь поговорим о размерах. Размер – это главное. Но в нашем случае больше не значит лучше. Давайте подумаем, в каких ситуациях мы используем читалку. Я думаю, я не одна такая. И в этом случае главное, чтобы ваша компактная читалка помещалась в сумочку или в карман пиджака. Поэтому диагональ экрана 5-6 дюймов будет идеальным вариантом. Ну и еще пара нюансов. Во-первых, обязательно посмотрите, чтобы в настройках можно было легко увеличивать или уменьшать шрифт. А также можете выбрать ридер со встроенной подсветкой, если любите читать по ночам. Потому что в основном страницы электронные на дисплее e-Link не светятся, так же, как, впрочем, и страницы обычные. Но если ридер попался без подсветки, можно купить специальный фонарик. И еще хотелось бы добавить. Даже если вы нашли в интернете редкую книгу в формате, который ваша читалка не поддерживает, это не повод расстраиваться. Заходим на сайт ebook.online-defenseconvert.com. Тут можно конвертировать любые форматы документов. В итоге получаем тот, который поддерживает ваша книга. Есть и другие программы и сервисы, которые также позволяют конвертировать форматы книг. О них вы сможете узнать на нашем сайте в разделе инструкции. В итоге, если собрать воедино все необходимые характеристики для выбора электронной книги, то самым дешевым вариантом, который мы нашли в Яндекс.Маркете, является новинка от Rhythmix, модель RBK 670FL. То есть читалка со всеми перечисленными характеристиками обойдется примерно в 80 долларов. Приятного вам чтения. Ну, не знаю, Ален, это все, конечно, хорошо, но как же можно живую книгу, вот знаешь, запах ее, шелест страниц променять на электронную? Ну, во-первых, одно другому не мешает. А во-вторых, вот посмотри, что думают об этом сильные мира сего. Могу сказать по собственному опыту. Вначале у меня было полное отвращение. Мне казалось, что читать это невозможно. Книга гораздо приятнее, ее в руках можно подержать, страницы полистать, она пахнет книгой. Вы знаете, я потом привык, и мне нравится. Очень удобно. А, ну так это полностью меняет дело. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok